Олимпиада в Рио, помимо собственно соревнований, привлекает внимание и интересными деталями. Многие болельщики обратили внимание на загадочные цветные пластыри на телах спортсменов. Эти полоски называются кинезиологическая лента, тейп. Они защищают мышцы и суставы спортсменов. Наш корреспондент Кристина Орлова на себе испытала необычные пластыри. Ну вот, собственно, эти тейпы. Вот так они выглядят. Ольга, покажите нам немножечко. Это хлопковая лента, да? В чем особенность ее? То есть это эластическая лента. Она очень хорошо дышит. То есть смысл в том, что мы клеим по ходу мышцы, по ходу связок. Можем стабилизировать сустав, если есть какие-то проблемы, то есть именно сустав, чтобы избежать травмы во время тренировки. Для спортсменов незаменимая вещь, да, особенно сейчас, во время Олимпиады. Они активно это все используют. Я сейчас сегодня с утра тоже почувствую себя немножко спортсменом. Буду разминаться и мы сравним. Я немножко пробегу, вот позанимаюсь спортом без этих тейпов и с этими тейпами. Ну вот, наверное, можно немножко поприседать. Я уже размялась, если честно. Что можно еще сделать? Ну вот растяжечку сделаем и пробежимся. Ну, я отмечу, что не зря все эти ленты разного цвета. И сейчас на Олимпиаде их можно использовать. Это не является никаким-то допингом, не запрещенным препаратом и лекарством. Но, тем не менее, единственное условие для спортсменов, так это, чтобы цвет этой ленты совпадал с формой. Ну, а у меня форма, вот видите, розовенький подойдет, наверное, да? Давайте уже наклеим. Куда будем клеить? Ну, мы сейчас, первое, что мы с вами сделаем, это область икроножной мышцы поворачиваем. Основное условие, чтобы наложить тейп, да, мы должны максимально растянуть мышцу. Первое, что мы фиксируем, область якоря, то есть он идет без натяжения. То есть все зависит от натяжения, с которым идет наложение тейпа. Тейп очень хорош тем, что можно очень быстро, без применения большого количества препаратов или оборудования, помочь именно спортсмену в моменте его игры, тренировки или в то же время именно в моменте бега. То есть мы активируем слой, то есть он приклеивается только за счет нагревания. Я побежала, да? Да, то есть вы сейчас почувствуете разницу одной и другой ноги. То есть именно с одной ноги у вас будет такая поддержка области икроножной и комбаловидной мышцы. С другой стороны стабилизация коленного сустава. То есть если была какая-то проблема в области колена, то есть не будет положения того, что нельзя будет дополнительную травму создать вашему колену во время тренировки. Ну вот, да, какие-то немножечко странноватые ощущения, для меня непривычные. Но в целом, наверное... Кинезиотейп работает сразу, то есть это эффект работы в момент. Очень активно применяется сейчас также в косметологических целях, в уменьшении объемов. Очень активно у девушек используется тоже. И область применения, я так понимаю, очень обширная. Но вот даже в послеродовой период женщинам тоже помогают такие вот тейпы. Поэтому, я так понимаю, действительно незаменимая вещь, да? Да, потому что когда мы носим бандаж в послеродовом периоде, это очень проблематично. Сесть, встать, взять ребенка. Тейпы, они увеличивают объем движения, они не дают нам ограничения в движении. То есть полезны не только спортсменам, но, в принципе, для обычных людей, для повседневной жизни. Это тоже хорошая вещь. И стоит она, в принципе, недорого, да? Эти ленты там 500 рублей, да, стоят один на рулон, да? Да, в среднем, как бы, хороший тейп стоит около 500 рублей. Но есть и более высокий, но есть и более заниженный, но все зависит от качества. Ну, конечно, нужен еще специалист, чтобы понимал, куда и как правильно накладывать, да? Спасибо, Ольга, большое. Мы будем дальше тренироваться. Кристина Орлова, Игорь Шеляев, Live.